Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. И сегодня мы обсуждаем такую тему, как наследство инструкции по применению. Часть уже третья, потому что мы неоднократно обсуждали этот вопрос. Он достаточно большой и всегда не хватает времени, как показывает практика. Сегодня мы обсуждаем наследство Зинаиды Львовны Ништ, нотариусом, членом правления Московской городской нотариальной палаты. Зинаида Львовна, доброе утро. Доброе утро. Итак, я сразу нашим слушателям скажу. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москва 495. Можно позвонить, задать ваш вопрос, связанный именно с наследством. Можно также вопрос, комментарий или какой-либо рассказ написать на сайте финам.фм, на страничке программы «Формула права». Мы тоже постараемся их озвучить. Ну а вопросы, так как мы в прямом эфире находимся, тоже постараемся на всем ответить. Вот, Зинаида Львовна, у нас же два способа принятия наследства. По закону и по завещанию. То есть я хотела бы нашим слушателям немножко как инструкцию такую дать, потому что действительно у нас сегодня наследство, инструкция по применению. Два способа. Первый способ – это способ, при котором наследник или лицо, которое таковым себя считает, должно обратиться к нотариусу и написать соответствующее заявление у нотариуса. Правильно? Правильно. В течение какого срока, давайте расскажем нашим слушателям, и к какому нотариусу, кстати? Срок для принятия наследства, предусмотренный Гражданским кодексом, 6 месяцев. 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Уважаемые слушатели, если наследодатель проживал в городе Москве и умер, начиная с 2005 года, в Москве действует программа «Наследство без границ». Это значит, что вы можете обратиться к любому нотариусу города Москвы для открытия наследственного дела. А если мы в другом городе находимся, там уже именно к нотариусу, который на этой территории? В разных регионах России разный способ распределения оформления наследства, у кого-то по буквам, у кого-то по улицам. Если наследодатель умер до начала работы программы «Наследство без границ», такой водораздела 2005 год, то надо обращаться в Московскую городскую нотариальную палату, и вам подскажут, к какому конкретно нотариусу вы должны обратиться. То есть там будет уже принцип территориальности, а после 5 года уже этого принципа нет. А дальше, соответственно, мне такие прям технические моменты хочется обсудить. Допустим, у нас несколько наследников, кто-то из них обращается первый. Допустим, после 2005 года умер наследодатель, он обращается к какому-то нотариусу по своему выбору. А другой наследник обращается вторым, и он обращается к нотариусу по своему выбору. Вот как здесь происходит? Еще раз повторю, если наследство открылось в период действия программы «Наследство без границ», наследственное дело открывается первым нотариусом, к которому первым обратился наследник. Понятно, что все наследники могут не знать, где же открыто наследственное дело, естественно. Обратившись к любому нотариусу, они узнают, куда надо обращаться. Нотариус входит в базу данных, сервер находится в Московской городской нотариальной палате, и наследников направят к соответствующему нотариусу. Практически исключена возможность заведения параллельных наследственных дел. Есть программа отслеживания, то есть это очень важно. То есть, грубо говоря, тот человек, который в течение 6 месяцев большой период времени, один в первый месяц побежал, и такие случаи, другой в последний день прибежал. Соответственно, тот, кто пришел второй, он ничего не потеряет. Он увидит ему нотариус, сообщит ему информацию. Единственное, вот хочу важную информацию для граждан сообщить. Не всегда наследники знают в принципе, куда надо обращаться. Вот мы сейчас им расскажем. Дело не в этом. Если вы обращаетесь к любому нотариусу, это нормально. Но иногда наследники поступают неправильно. Они свои заявления, подпись, на котором заверяет нотариус, направляют в Московскую городскую нотариальную палату. Знаю, что у нас есть такая программа «Наследство без границ». Наследство считается принятым, если заявление подано уполномоченному органу. То есть, если вы направляете заявление в Московскую городскую нотариальную палату, вы это заявление подаете не нотариусу, а туда, куда нужно. И если вы это делаете в конце срока, вы ненароко можете пропустить срок. Вы это должны реально понимать. То есть давайте тогда подчеркнем, Зинаида Львовна, что заявление нужно писать именно нотариусу лично. Не просто писать, но и направить. Ведь у вас есть возможность лично прийти на прием, а второй направить по почте, заверить подпись свою, засвидетельствовать. И вот не важно само заявление, куда будет адресовано, важно, куда вы направили, что написано на конверте. И практика именно по такому пути идет. Если вы свое письмо с вложенным заявлением направите в палату, то вы можете нечаянно пропустить срок. Поэтому вы просто должны понять, к любому нотариусу, все нотариусы обязаны открыть дело. Ну, любой нотариус откроет дело. А вот у меня даже свой сейчас вопрос, Зинаида Львовна. Вот смотрите, предположим, у нас есть несколько наследников, которые между собой не общают. Открылось наследство. Первый пошел к нотариусу по своему выбору и открыл там наследственное дело. А второй по почте решил направить. Может быть, из другого города. Вот нотариус из другого города может посмотреть, где это нотариальное дело, наследственное дело открыто или нет? Нет. Не может. Грубо говоря, он может не знать. Направить любому нотариусу города Москвы. Тогда он будет считаться вовремя принявшим наследство. И если нотариус неуполномоченный вести это дело, зайдет в базу, увидит, что дело у другого нотариуса, он ему перешлет сам. Но срок при этом не будет считаться пропущенным. То есть это достаточно важно. Даже если человек находится в другом городе. Во-первых, он может любое заявление и обращение своего к нотариусу, в том числе заявление о принятии наследства, оформить письменно и отправить по почте. У любого нотариуса России. Но обязательно удостоверить свою подпись. А дальше ему нужно направить этот документ любому нотариусу Москвы. Если он не знает, где открыто дело. И если умер человек раньше 2005 года. Правильно? Да. А, соответственно, если умер человек раньше, то тут... А там уже со сроками другая история. Ну да. А давайте поговорим про второй я хочу сначала способ принятия наследства. Мы сейчас с вами говорили о том, что человек в течение полугода с момента смерти написал так или иначе, по технике обсудили, как написал заявление. Как еще можно принять? Да. Существует два способа принятия наследства. Это путем подачи заявления нотариусу и путем фактического принятия наследства. Вот фактическое принятие наследства означает, что наследник после смерти наследодателя в течение шести месяцев воспользовался имуществом умершего. Как правило, самый яркий пример – это совместное проживание с умершим. Это может быть оплата долгов умершего в течение шести месяцев, проведение ремонта квартиры, например, в течение шести месяцев. Но, дорогие граждане, слушатели, вы должны реально понимать, что все эти варианты, они больше для суда, поэтому хорошо бы сроки не пропускать, потому что если вы принесете договор со строительной фирмой о том, что вот вы ремонт проводили, там могут быть какие-то нюансы, и нотариус усмотрит, что договор, например, не с вами заключен. Ну, например, ремонт-то вы оплачивали, проводили. А потом свидетели. Свидетели вообще к нотариусу не приведешь. А это для суда ситуация. Поэтому все-таки лучше в течение шести месяцев обратиться. Но если случилось, что вы срок пропустили, то в каждой конкретной ситуации с вами будет разговаривать нотариус и выяснять, есть ли какие-то обстоятельства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Но, возможно, и другая ситуация, когда вы сами понимаете, вы фактически наследство не принимали, срок пропустили, вас несколько наследников. А другие ничего не пропустили. А другие ничего не пропустили. Вот если между всеми наследниками нет спора, то закон допускает включить вас в число наследника с согласия всех наследников, принявших наследство. И этот способ нотариусы достаточно часто применяют. Поэтому сразу же впадать в панику и бежать в суд совершенно не обязательно. Первый, с кем вы должны поговорить, обязательно нотариус. То есть вне зависимости от того, я чуть-чуть перебила вас, но вне зависимости от того, пропустили вы сроки или не пропустили поход по наследственным делам, нужно начинать с нотариуса. Даже если это будет не тот нотариус, к примеру, он скажет, где открыто дело, если оно открыто. Либо отправить по почте, но все равно должен быть обязательно нотариус. Мы продолжим обсуждать наследство через две минуты. Сейчас мы обязательно выслушаем новости. Ну а для наших слушателей, я напомню, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495 или финам.фм. Можно написать, позвонить, спросить. И возвращайтесь через две минуты, будем продолжать обсуждать эту тему. Итак, мы продолжаем обсуждать тему наследства, инструкция, часть третья. Эту тему мы сегодня обсуждаем с Зинаидой Львовной Ништ, нотариусом и членом правления Московской городской нотариальной палаты. Зинаида Львовна, а еще слушателям наш телефон обязательно скажу, потому что мы в прямом эфире, и мы можем ответить на вопросы наших слушателей 65 10 99 6, код Москвы 495, либо можно написать также на сайт финам.фм. Я хотела попросить вас продолжить то, о чем мы говорили до новостей, но у нас как раз вот есть звоночек. Давайте сначала слушателя выслушаем, Лидия Михайловна у нас на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, у меня такой вопрос. Зять оставил мою дочь с ребенком, но он оставил им квартиру. И сам ушел в никуда, можно сказать, снимает. Но у него есть папа. Год назад умерла мама. Папа сказал, давай мы оформим мамину долю на меня, а я потом напишу тебе дарственную. И он отказался? А? И он отказался. Нет, зять оформил, да, отказался в пользу папы. Папа вот недавно попадает в больницу. У него ставят диагноз рак четвертой степени легкого. К нему там из какого-то Ярославля какая-то лежала женщина. Она вцепилась к нему мертвой хваткой. Пришла к нему жить. Когда он выписался сейчас из больницы, ему никаких этих не делают. И заявляет моему зятю, бывшему, ну мы все-таки 20 лет с дочерью прожили. И мы очень, ну о нем. Ну то есть у вас хорошее отношение, да? Да, у нас очень хорошее отношение. Он общается с внучкой. Он поздравляет меня, я поздравляю его. У нас у всех хорошие у родственников отношения с ним. Ну влюбился человек, ну 20 лет они, конечно, прожили. Ну бывает. Лидия Михайловна, давайте вопрос. Я уже на самом деле понимаю. Теперь этот папа его... Оформит завещание на эту даму. Это любовь всей моей жизни. Я хочу с ней расписаться и прописать ее здесь. А она сама из Ярославля. Прописать это еще меньше из зол. Если говорить о прописать. Лидия Михайловна, спасибо за вопрос. Ну что скажете, Зинаида Львовна? Я две вещи услышала здесь. Может быть, я не поняла ситуацию. То есть он отказался от наследства после смерти мамы, да? Вот я на секундочку сейчас... Когда я это услышала, я очень хотела сегодня донести до наших слушателей. Потому что очень часто бывает так. Между родственниками, да, умирает... Ну чаще всего между родственниками, в принципе, не обязательно. А когда умирает какой-то родственник, и другие люди вступают в наследство, принимают это наследство, один другому говорит. Третьему, четвертому, не важно. Это же так сложно оформлять, бегать везде, там, доверенности. Все время ходить, масса документов. Давай мы оформим все на меня, а потом уже мы там с тобой, я тебе деньги отдам. Ну и дальше, возможно, варианты. Я подарю тебе твою долю. То, что было как раз у нашей слушательницы, точнее, у ее бывшего зятя. То есть ему отец сказал, давай все оформим на меня, а я тебе потом там что-то подарю. А люди, так как мы говорим, как правило, о близких людях, то есть о людях, имеющих родственные и близкие отношения, они говорят, ну окей, давай потом, это можно всегда оформить. Идут и совершают отказ от наследства. Я думаю, что здесь нашим слушателям нужно, во-первых, очень важный момент подчеркнуть, сказать, что отказаться от отказа нельзя. То есть передумать. Если человек пришел к нотариусу, оформил отказ, сказать, прийти на следующий день, сказать, ой, я был неправ, передумал, нельзя. Только доказать, что сумасшедший был в этот момент, условно говоря. Поэтому это очень важное действие. А после, те наследники, которые оформляют все на себя лично, далеко не всегда, они забывают о своих обязательствах. Выполняют, да, свои обязательства. И потом очень часто уже к нам адвокатам приходят люди, говорят, как тут вот сделать, обещал не выполнен, я говорю, хорошо, обещал на словах, дайте мне хотя бы бумажку, ну хоть что-нибудь. Нету никаких бумажек. Мы же близкие люди, мы родственники, братья, сестры, мама, папа и так далее. Вот я никоим образом не призываю слушателей не испытывать такое чувство, как доверие, да, ни в коем случае. Но, тем не менее, нужно четко понимать, что за доверие каждый несет ответственность сам перед собой. Уважаемые слушатели, дело в том, что вот эти разговоры насчет того, что сложно оформлять наследство, я не могу, они несостоятельны. Вот если вы на приеме у нотариуса, как раз расскажете всю ситуацию, ну самая типичная ситуация, вот как была у нашей слушательницы. Несколько наследников, несколько видов имущества, квартира, машина, дача, три наследника, например, все будет делиться на троих. Начинаются разговоры, ну вот зачем нам все вместе ходить, все вместе собирать, мы потом... Дайте доверенность одному. Да, во-первых, дайте доверенность одному. Во-вторых, есть очень хороший, предусмотренный гражданским кодексом вариант решения вашей проблемы. От наследства отказываться не надо, совершенно правильно, вот Анастасия говорит. Всем надо подать заявление о принятии наследства, выдать доверенность одному, если вы не можете все дружно ходить, а, собственно говоря, документы и должен собирать один, не надо всей компании ходить. И вот, когда истечет шесть месяцев, будут собраны все документы, нотариус выдаст вам свидетельство о праве на наследство, где поделят все имущество в равных долях, то есть по одной трети. Вот, если три наследника, нотариус тут же, не отходя от своего стола, может заключить, вернее, наследники могут заключить соглашение о разделе наследственного имущества. И нотариус вам это соглашение составит и удостоверит. И в соответствии с этим соглашением, каждый из вас получит то, что вы хотите. Один получит квартиру, один получит дачу, третий получит машину. Это законный, нормальный путь, и вам не надо будет в течение шести месяцев думать, а может меня обманут, не обманут. Ну, может получиться та самая ситуация, о которой говорит наша слушательница. Поэтому прежде чем отказываться, правильно Анастасия говорит, надо сто раз подумать. И если вы все-таки хотите что-то от этого наследства получать, надо действовать законными способами. Не надо отказываться. Не надо отказываться от наследства. И главное, что потом и не доказать, что какие-то соглашения были. Это все остается на словах. Это все ерунда. А ведь иногда даже бывает и так, что наследник, который принимает наследство, он сразу же выплачивает деньги. Ты отказался, какой ты молодец, ты мне такое доброе дело сделал, возьми в стоимостном выражении свою долю. А дело в том, что по закону, если наследник принял наследство, он в течение шести месяцев может от него отказаться. И потом, как правильно Анастасия сказала, может потом пойти в суд, сказать, что я не понимал вообще, о чем шла речь, я отказался, не желая отказываться, а деньги вы уже заплатили. И не факт, что вы эти деньги потом вернете. Но еще надо доказать, что их отдавали. Конечно, поэтому надо, конечно, действовать в рамках правового поля. Закон это позволяет, и нотариус вам в этом всегда поможет. Если вы ему, как врачу, расскажете все как есть, и тогда нотариус подскажет вам наиболее оптимальный путь решения проблемы. Зинаида Львовна, я хочу немножко вернуться к вопросу нашей слушательницы, потому что это первая часть была, когда она просто рассказывала, что зять бывший отказался в пользу отца, все оформил на себя отец, сейчас у нее тяжелое заболевание, и к нему, соответственно, я уж не знаю, ну, субъективное слово, скажем, может, не для радиоэфира, приклеилась девушка, которая, видимо, понимает, возможно, понимает это его состояние, и понимает, что у него есть некая недвижимость собственности в Москве. Соответственно, вопрос был следующим, если сейчас вот этот отец бывшего зятя, скажем, оформит завещание или заключит брак, например, то есть так или иначе вот эта вот женщина, с которой он познакомился в больнице, будет знать о его диагнозах. Можно ли будет что-то вот этому бывшему зятю повернуть в этой ситуации? Я думаю, что я начну отвечать, потому что это уже судебная история. Это судебная история. Ну, для начала нужно четко понимать, что если будет, допустим, даже оформлено завещание, допустим, я говорю, оно обязательно, кстати, мы не сказали нашим слушателям, что оно обязательно должно иметь нотариальную или приравненную форму. Вроде такая простая вещь, но не все, оказывается, об этом знают. Вот нотариально это, естественно, удостоверенно у нотариуса должно быть, а приравненное в некоторых ситуациях закон позволяет. Если там на корабле человек находится, капитан корабля, если в местах лишения свободы, то это может быть начальник места лишения свободы, это может быть главный врач. Это редкая ситуация. Лучше об этом пока не говорить. Нет, ну, я говорю о том, что это возможно, но на самом деле всегда, конечно, лучше обращаться именно к нотариусу. Тоже расскажу. Профессионалу. Тоже расскажу. Ну, вот тут сложный вопрос. Это как адвокат, профессионал, да, у нас же клеймо не стоит, профессионал или нет. Но я про другое говорю. Если выяснится, что в результате вот этого заболевания, да, которое назвала наша слушательница, ее, соответственно, взять отец, не совсем я знаю, может, какое правильное слово, употребить, тем не менее, находился в таком состоянии, как говорит закон, что не мог сознавать значение своих действий и руководить ими, да, и в этом состоянии по той или иной причине оформил завещание, вот если это будет установлено, тогда завещание может быть признано недействительным. В принципе, есть такая процедура, как признание завещания недействительным. Но нельзя сказать, что это можно сделать всегда и в любом случае. Должны быть основания. Если не соблюдена форма, например, да, к нотариусу не пошли, а краткий случай заключался в том, что давно еще достаточно люди пошли к нотариусу, семейная пара, пожилые люди, оформили завещание, все хорошо, прожили еще не один год, слава богу, потом, в конце концов, пришло время использовать это завещание и выяснилось, что нотариус был поддельный. Представляете, вот такая вот история, это было достаточно давно, но надеюсь, что сейчас этого нет. Кстати, можем сказать, что всегда можно, во-первых, в интернет посмотреть информацию о нотариусе, во-вторых, позвонить, насколько я знаю, в Московскую Нотариальную палату и выяснить. Это открытая информация, в органы юстиции можно обратиться. Соответственно, есть такое основание для оспаривания завещаний, как, ну, мы говорим кратко, не дееспособность, а закон говорит именно то, что человек не сознавал значение своих действий, не руководил ими. Установить это во внесудебном порядке невозможно. Более того, наследник сможет с таким иском обратиться только в том случае и только тогда, когда наследодателя уже не станет, потому что при его жизни он может только другим способом поступить. На самом деле, тут сложная правовая ситуация, чуть-чуть сейчас озвучу. Когда откроется наследство, то есть наследодатель, наступит дата смерти его, после этого наследник имеет право судиться, допустим, о признании завещания действительным. А если такой иск, он будет им подан в суд, то будет проводиться экспертиза судебно-психиатрическая, да еще и посмертная. Необходимо будет собирать все медицинские документы, которые у этого человека были, предоставлять их экспертам, потому что у экспертов, так как экспертиза подсмертная, у них не будет возможности посмотреть на человека, поговорить с ним, сделать по живому человеку вывод о том, насколько он понимает, что он делает, или не понимает. Показания свидетелей. Это достаточно непростой процесс и достаточно непростая экспертиза. Тем не менее, это будет проводиться экспертиза. И хотя суд у нас не связан выводами экспертов, но я думаю, что большое внимание экспертиза будет оказана, потому что иначе как определить, понимал человек, что он пишет, или не понимал. Это в той ситуации, когда наследодатель уже умер и вскрывается наличие вот такого завещания. Есть и другой вариант, который при жизни существует, это признание человека в особом порядке, не дееспособным. Если он действительно таков, назначение над ним опеки, тогда уже опекун при его жизни может оспаривать даже в том числе завещание. Более подробно я скажу об этом в следующей части программы. Напомню, что обсуждаем мы сегодня вопросы, связанные с наследством. Две минуты слушаем новости и возвращаемся через две минуты в эфир. Мы обсуждаем сегодня тему наследства. Я сразу еще раз напомню, телефон студии 6510996, код Москва 495, либо также на сайте финам.фм, на страничке программы «Формулы права». Можно задать ваш вопрос или комментарий. Мы сегодня обсуждаем вопросы наследства с Зинаидой Львовной-Ништ, нотариусом и членом правления Московской городской нотариальной палаты. И находимся в прямом эфире, поэтому наши слушатели могут воспользоваться возможностью задать свой вопрос. Я хотела продолжить буквально минутку мыслей, которая не успела закончить в предыдущей части программы по поводу опеки. Мы говорили о том, что если будет написано завещание, теоретически любое завещание может быть оспорено при наличии к этому оснований, и, соответственно, оспорить это завещание могут либо наследники после смерти наследодателя, а при жизни, я хотела сказать, что если имеются, допустим, родственники, тем более владеющие каким-то значительным имуществом, возможно, недвижимым, и эти родственники, по вашему мнению, я пока говорю так аккуратными словами, являются неидееспособными, то есть у них имеются какие-то психиатрические заболевания, я сейчас даже не буду говорить о моральной стороне дела, что вообще за ними нужно следить и не оставлять на волю судьбы с газовыми плитами вместе, но существует такая процедура, как признание гражданина недееспособным, в этой ситуации производится также судебная психиатрическая экспертиза или психолого-психиатрическая бывает также экспертиза, которая дает заключение о том, сознает ли человек значение своих действий, может ли понимать их и руководить ими, и если нет, то в этой ситуации органы опеки и попечительства после такого решения суда назначают опекуна этому гражданину, который, с одной стороны, обязан следить за ним и всяческую помощь, поддержку ему оказывает с точки зрения человеческой, а с другой стороны, имеет право от его имени совершать, быть его законным представителем и совершать сделки. Если при жизни выяснится, что такой человек впоследствии признанный недееспособным до этого написал завещание, то тогда опекун тоже может это завещание спорить. Вот немножко кратко вот в такой вот форме. У нас есть тема, которую мы еще не закончили обсуждать. Я хочу буквально два слова. У нас просто два слушателя ждут выхода в эфир, но, тем не менее, Зинаида Львовна, давайте нашим слушателям скажем прям вот кратенько в телеграфном стиле по поводу второго способа принятия наследства фактического. Мы начали говорить, но никак не закончим. Я даже не про фактическое принятие наследства. Я хочу о другом сказать. Уважаемые слушатели, очень бывает обидно, когда человек по незнанию пропускает срок. То есть, так как программа у вас называется инструкция к применению, что вы должны понимать? Иногда люди пропускают срок по глупой причине. Они говорят, я не собрал все документы, вот я пока собирал, пропустил срок. Значит, уважаемые слушатели, к нотариусу можно обратиться без документов, просто прийти и сказать, что я наследник и я наследство принимаю. Паспорт надо взять. Да, естественно, взять паспорт, но если у вас, вы не можете на сегодняшний день доказать родственные отношения, это не страшно, это вы можете сделать потом. Если у вас нет документов на имущество, это не страшно, вы это сделаете потом. Мы уже говорили о том, что вы можете, если вы пропустили срок, то другие наследники могут согласиться с включением вас в число наследников. Даже если выдано уже свидетельство о праве на наследство, согласие всех наследников, они могут быть, свидетельство о праве на наследство аннулированы, вы будете включены в число наследников и выдано новое свидетельство. Это если спор нет, а если будет спор? Мы сейчас говорим, когда нет спора, когда обидно, что наследник пропускает срок по своему незнанию. Если вы не можете доказать родственные отношения, опять же, наследники, с их согласием вы можете быть включены в число наследников. И еще один вопрос, с которым многие из вас сталкиваются. Иногда наследник говорит, он есть, он говорит, мне ничего не надо, я просто не приду. Вот он не пришел, его не включили в число наследников. Уважаемые слушатели, вы в последующем столкнетесь с большой проблемой. Если вы будете распоряжаться этим имуществом, и будет известно о том, что есть наследник, который к нотариусу не пришел и вроде бы отказался по умолчанию, это не значит, что такой наследник завтра не пойдет в суд, не восстановит пропущенный срок и не будет наследником. Если вы когда-то столкнетесь в дальнейшем с продажей имущества, цена этого имущества резко упадет, потому что есть большой риск того, что объявится... Юридическую проверку, особенно квартиры и так далее. Да, то есть я в телеграфном стиле это сказала, для того обязательно надо прийти в течение шести месяцев к нотариусам. Если ничего не надо, напишите тогда отказ, вот о чем мы говорили сегодня. 6510-99-6, код Москва-495, телефон, мы находимся в прямом эфире, также финам.фм это сайт и страничка программ «Формулы права», можно написать вопрос или комментарий. У нас звоночки есть, Нина Васильевна ожидает на линии, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Нина Васильевна. У меня такой вопрос. У нас мальчик под опекой сейчас находится, то есть он не имеет никакого права на наследство. Мы хотим его усыновить, чтобы он имел такие же права, как и родные дети. Но у меня такой вопрос. Впоследствии его биологическая мама может претендовать на его наследство? Нет, не будет. Не будет. Если процедура усыновления пройдет надлежащим образом, биологическая мать претендовать на его имущество не будет. А что значит каким-то образом? Усыновление проходит через суд. Необходимая судебная процедура. Нина Васильевна, а усыновлять кто будет? Мужчина, женщина и мужчина, и женщина одновременно? И лишена ли биологическая мама? Одна женщина. Женщина. А биологическая мама, соответственно, лишена родительских прав. Правильно я понимаю? Да, да. Ну все, абсолютно все правильно мы вам сказали. Не будет иметь она никаких прав в отношении этого ребенка. Спасибо большое. 65, 10, 99,6. Код Москвы, 495. Еще у нас слушатель Алексей ожидал выхода в эфир. Слушаем вас. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Зинаида Львовна. Здравствуйте. Хотел проверить, посоветоваться с вами, правильно ли я поступил, хотя сам вроде юрист жилищник, но есть некоторые сомнения. Ситуация следующая. В наследство квартирой вступил по факту. Квартира была в собственности в порядке приоритизации на меня, моих родителей и на мою дочь. После смерти родителей, как я уже сказал, я вступил по факту, наследственного дела не оформлял, но несколько лет назад составил завещание на мою дочь, в котором указалось, что причитающаяся мне моя доля, а это одна четвертая получается, будет, вернее, три четверти после смерти родителей, да, из моих. Будет принадлежать ей по завещанию о случае отказа или иного случая неприятия наследства старшему внуку. Вот насколько верна моя форма, поскольку я понимаю, что и завещание было составлено в рукописной форме на всякий случай, в целях, так сказать, избежания всяких неточностей и последствий. Он удостоверенно нотариусам, самое главное. Да, да, конечно, обязательно. Вот, значит, насколько я понимаю, сложности будут у моей дочери по моей смерти только в случае каким-то образом распоряжения вот этой квартиры, купли-продажи, обмен там и так далее, да. Но в целом, как вы полагаете, мои действия верны, тут нет никаких неточностей, нюансов, поскольку я не нотариус. Вы знаете, вот, когда квартира приватизируется в совместную собственность и один из совладельцев хочет сделать завещание, я всегда бы рекомендовала не указывать конкретный размер доли. Именно так и сделала. А просто принадлежащую мне долю. Именно так. И никаких проблем у ваших наследников не будет. Все, спасибо большое. Значит, ну, трон почвил я. Спасибо нашим слушателям за звонок. 65 10 99 6, код Москвы 495 или finam.fm, сайт и страничка программы «Формулы права». Можно задать вопрос. И все-таки давайте вернемся. Мы немножко возвращаемся, возвращаемся, потому что мы хотим, с одной стороны, ответить нашим слушателям, которые набирают телефон к нам в эфир. Но у меня вопрос такой, на чем я хотела сделать небольшой акцент. Во-первых, по поводу соглашения о разделе. То, что мы говорили, мы как-то кратко пробежались немножко и говорили это применительно к отказу, что лучше не отказывайтесь, а делите сразу, не нужно будет вам 50 раз куда-то бегать и ничего этого страшного нет. Я вообще хотела бы для наших слушателей в принципе сделать акцент на том, что миром или добровольно найти компромисс и, соответственно, каким-то образом поделить наследственное имущество всегда лучше, чем потом в долях получить ту же квартиру. Например, 4 наследника, у каждого по четверти, однокомнатная квартира, что с ней делать? В четвером там жить, сдавать, хорошо, если договорились, а если не договорились, а если кто-то один сказал нет, не дам и так далее. То есть не продать, не получить какую-то материальную выгоду даже с этого наследства практически не получается. Я жесткий способ, такую жесткую аналогию привела. Но иногда бывают ситуации, в которых можно договориться, может быть, где-то чуть-чуть уступить или пойти на компромисс, но договориться можно. Потому что самое сложное, даже когда в судах мы в итоге признаем право на это имущество как наследственное, мы не можем просить без согласия остальных людей, чтобы нам признали одну квартиру мне, другому квартиру даже, пусть она равнозначна другому наследнику, третьему-третьему, нельзя так сделать. Можно только в долях и можно только добровольно их между собой как-то поделить. Поэтому я хотела для наших слушателей сделать именно акцент на том, что можно добровольно. Есть такая форма, о которой Зинаида Львовна сегодня говорила, соглашение о разделе наследственного имущества. Вообще часто прибегают к этой форме? Прибегают не часто, но мне кажется, прибегают не часто по причине незнания. Когда я оформляю наследственные дела, я наследникам всегда эту форму предлагаю. И, как правило, наследники с этим соглашаются, потому что... То есть они просто не знали об этом, да? Да, ведь чего греха таить? Иногда наследник принимает наследство для того, чтобы получить материальную выгоду. Ему не нужна эта одна четвертая доля квартиры. Чем хорошо вот это соглашение о разделе наследственного имущества? Вот если вы его не заключите, вот каждый получил, как Анастасия говорит, по одной четвертой доле, вы пойдете эту одну четвертую долю регистрировать. Потом вы будете думать, что с этим делать. Продавать эту долю, дарить ее, менять. Например, вы нашли продавца. Например, вы согласились даже, что эта доля уйдет к наследникам. Вы заключаете новую сделку. Идете перерегистрировать право собственности. Чем хорошо соглашение о разделе наследственного имущества? Это имущество можно делить неравноценно. Ведь иногда бывает так, что наследник захотел принять, подал заявление о принятии наследства, не зная, что там входит в состав наследства. А потом оказалось, ничего там особенного и нет. А шесть месяцев прошло, отказаться от наследства нельзя. И получается такая ситуация, ему ничего вроде бы и не нужно. И вроде бы людям кажется, что возник тупик. Никакого тупика нет. Можно заключить такое соглашение о разделе наследственного имущества, так как это соглашение может быть неравноценно. Об этом говорит гражданский кодекс. С одной стороны можно указать квартиру, а с другой стороны, например, небольшой вклад. И это будет тоже законно. 65, 10, 99, 6, код Москвы, 495. У нас на связи Раиса Филипповна вопрос хочет задать. Но Раиса Филипповна, сразу скажу кратенько, потому что у нас минутка до новостей. А вы нас сейчас спросите, а ответим мы уже после перерыва. Слушаем вас. Значит так, сын, не имеющий связи со своим престарелым отцом, не будет оповещен о его смерти, но имеет право претендовать на долю наследства в связи с хроническим заболеванием. Как здесь поступить? У завещания отца он наверняка не будет упомянут. Нужно оспаривать завещание. Мы еще можем говорить? Да, конечно. Мы еще говорим, Зинаид Львов. Дело в том, что идет подмен понятия. Оспаривание завещаний и право на обязательную долю. Ну хотя бы право на обязательную долю. Вот право на обязательную долю инвалид любой группы будет иметь право. То есть это не ставить под сомнение завещания. Будет иметь право на обязательную долю. что право на обязательную долю имеют дети, родители, супруги, являющиеся нетрудоспособными. Нет, основной вопрос у меня, что он не имеет связи, и его не скажут, когда он умрет, и умрет. Это, кстати, очень опасная ситуация, между прочим. Да, ситуация опасная, потому что если наследник пропустит срок, в том числе и на обязательную долю, он будет таковым. Мы как раз сегодня много об этом говорили, но я перебью, потому что мы сейчас слушаем новости 2 минуты, и после этого возвращаемся в эфир и продолжаем обсуждать тему о наследстве. Итак, мы обсуждаем сегодня тему наследства, инструкции по применению, часть 3. Со мной в студии Зинаида Львовна Ништ, нотариус, член правления Московской городской нотариальной палаты. Телефон студии, также напомню, 65 10 99 6, код Москва 495, либо сайт финам.фм на страничке программы «Формула права», так как мы в прямом эфире, можно задать нам вопрос. И вот у нас слушательница задала вопрос до того, как мы слушали новости. И речь шла о том, что есть сын, который не общается и не имеет никакой связи с отцом. Соответственно, он и не узнает, если с отцом что-то случится. При этом сын имеет право на обязательную долю. Во-первых, я хотела буквально минуточку понять, что такое обязательная доля. Я-то понимаю, но чтобы нашим слушателям это озвучить и сказать, что такое обязательная доля. Да, кратенько. Есть ситуации, когда гражданин хочет лишить наследства своих наследников. И у него это получится, за исключением ситуации, когда на момент его смерти у него окажется нетрудоспособная супруга. Это, например, женщина, достигшая пенсионного возраста 55 лет или являющаяся инвалидом. Либо будут несовершеннолетние дети или дети, также достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами. Или родители, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами. А также нетрудоспособные иждивенцы. То есть вот этих людей лишать наследства нельзя. Они в любом случае, если захотят, будут наследовать. И размер их обязательной доли будет равен половине от того, что полагалось бы им, если бы не было завещания. То есть обязательная доля работает тогда, когда есть завещание, и не на этого человека. Только когда есть завещание. То есть если, например, к наследству призывалось бы 4 наследника, а завещание сделано на одного, и один из лишенных наследников является инвалидом, размер его обязательной доли будет 1 восьмая. Вот смотрите, наша слушательница спрашивала следующее. Сын, который имеет в связи со своим здоровьем вот это право на обязательную долю, тем не менее может вообще не узнать, что отца не стало. Вот как в этой ситуации? Эта ситуация очень опасна, потому что если наследник пропускает срок для принятия наследства, он может обратиться в суд для восстановления этого срока. И вот здесь пленум Верховного суда, который состоялся в мае прошлого года, содержит новеллу, мне кажется, очень важную, о том, что незнание вот этого факта о смерти наследодателя не является уважительной причиной. И это, наверное, правильно, потому что всё-таки наследовать должен человек добросовестный наследник, который поддерживал до смерти какую-то связь с наследодателем. Если вы говорите, вот этот мальчик, он нетрудоспособный, но кто-то же ведь за ним ухаживает, кто-то должен, то есть там будет на усмотрение суда. Но лучше всё-таки, если нормальное отношение с отцом, всё-таки как-то поддерживать эти отношения. Мальчик сказал, что нет вообще никаких отношений, здесь сложность в чём. Что такое уважительная причина? Отсутствие в стране, допустим, или в больнице, или в реанимации, ну, условно говоря. Если мы не спросили слушательницу, а по какому основанию там вот этот сын... Я так думаю, что ещё жив, я ещё дам. Нет, я не про то говорю, если он недееспособный, к примеру, да, ну как вот, и при этом мог бы быть признан, а мог быть не признан. У него может быть опекун, который вместо него выполняет, может не быть. Поэтому я как раз Зинаида Львовна согласна на 100%. Почему? Потому что такой вопрос очень с огромной долей вероятности окажется в суде. А чтобы он в принципе не оказался в суде, ну, родственники, найдите способ для того, чтобы как-то знать вообще, кто где находится и жив, не жив. Ну, извините, может быть, жёстко, но вот так. Нет, а так оно и есть, потому что 6 месяцев достаточно большой срок для объявления наследников. Чтобы узнать и успеть. А давайте у нас ещё есть слушатели, которые тоже хотят вопросы задать. Сергей на линии, здравствуйте, Сергей, красненько только. Добрый день. Добрый день, слушаем вас. Тут такой вопрос у меня. Я, значит, получил половину квартиры в наследство и хочу свою реализовать, свою половину. Продать? Продать, да. Я не могу известить об этом владельцу второй половины, так как они не обозначили свои координаты, где-то живут на съёмной квартире. И нотариус мне сказал, что если на официальном зарегистрированном адресе вернётся извещение о том, что оно не будет скрыто, то это считается, что я не известил их, и они будут в судебном или в каком-то другом порядке. Я поняла ваш вопрос. Что мне сделать? Вот я никак, у меня нет какого-то решения. Я думаю, что решение есть. Я думаю, в этой ситуации вы можете обратиться в суд, установить факт отказа совладельцев от права преимущественной покупки. Вот другого варианта я не вижу. Дело в том, что вы в соответствии с законом обязаны известить совладельцев. Если письмо вернулось к нотариусу, нотариус, к сожалению, вам никакую информацию для регистрации сделки не даст. Поэтому я вижу только судебную процедуру. Суд может запросить нотариуса, убедиться, что действительно по такому адресу письмо направлялось, что по правилам почтовой связи несколько раз направлялось уведомление вашему адресату и установить юрфакт. Я вот не соглашусь. Я вас слушаю сейчас, Зинаида Леонидовича. Чуть-чуть не соглашусь. Объясню, почему. Во-первых, две вещи есть. Первое. А каковы последствия? Допустим, мы не известили. Мы сейчас не говорим о процедуре регистрации. Мы регистрационной палате дали телеграмму условно. А какие последствия? В течение трех месяцев вот эти владельцы другой половины могут подать перед судом вопрос о том, чтобы они стали покупателями. То есть для этого их должна устроить цена, естественно, и прочее, прочее. По-хорошему продавцу все равно. Продавцу-то все равно, а покупателю не все равно. Покупателю не все равно, это понятно, но покупатель в данной ситуации в принципе может в любом случае рисковать. Я считаю, что можно известить по месту регистрации, это как юридические лица. Вот у нас есть юридический адрес у фирмы. Точно так же у нас есть адрес места регистрации, а мы, собственно, можем эту информацию получить у владельцев. И это уже их проблема, получают ли они почту по своему адресу. Я, например, своим даже всегда клиентам говорю о том, что вы должны почту получать по своему адресу. А если суд вам пришлет поездку, он же не будет. Судебная повестка точно так же вернется, но человек будет считаться уведомленным надлежащим образом. То же самое и здесь. Но спорить не будем по одной простой причине, что в данной ситуации я в любом случае посоветовала бы поступить так, как нам посоветовала Зинаида Львовна, потому что это более долгий путь, но тем не менее путь, который практически невозможно оспорить уже для другой стороны и который будет придавать уверенности покупателю. Итак, 6510-99-6, код Москва-495, сказал номер телефона, а у нас 5 минут и двое слушателей, которые хотят нам вопросы задать. Давайте выслушаем Ярослава. Ярослав, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вопрос такой. Имею второй брак, а от первого брака имею дочь. Ну, имею некоторое количество недвижимости, движимый и недвижимый. Так как человек еще, в принципе, не старый, хотелось бы понять, как подстраховаться так, чтобы моя вторая жена при моей смерти ничего не взаимела. Ну, завещание, понятное дело, можно, как бы, понимая, что такое завещание, естественно. Ну, и плюс еще брачный договор есть такая система. А вы хотите, чтобы кто получил? Ну, дочь, дочь. Только дочь, а жена нет. Жена нет. Вам Анастасия правильно говорит. В первую очередь надо сделать брачный договор, потому что все, что вы будете приобретать в период брака со второй супругой, будет находиться в общей совместной собственности, и половина будет всегда вашей супруги. Вот, это первый шаг. Второй шаг, это, конечно же, завещание. И смотрите, здесь еще Ярослав, ну, дай бог всем здоровья, но, тем не менее, сначала здоровья, потом возраст. Возраст, он никуда от нас не денется. Соответственно, мы сегодня говорили об обязательной доле, да, правильной обязательной доле. Вот если у вас супруга, супруга наследник в первую очередь. Если, не дай бог, тем не менее, она станет нетрудоспособна, либо она достигнет пенсионного возраста, то даже при наличии завещания на дочь, ваша супруга, будучи супругой к тому моменту, о котором мы говорим, это дата открытия наследства, а по-хорошему день смерти, если уж русским языком называть свои вещи Ярослав, то, соответственно, она при желании тоже сможет наследовать. Вы это должны четко помнить. И если вы дойдете до такого времени, когда у вас есть завещание на дочь, но вы поняли, что по той или иной причине ваша супруга имеет право на обязательную долю, вам нужно будет как-то повторно задуматься о том, как этот вопрос решиться. Здесь возможны разные варианты, начиная от развода, извиняюсь, да, или, например, от переоформления какого-то вида имущества на дочь при жизни, допустим, да, но это очень сильно зависит от того, какие отношения в семье и насколько здесь везде свои риски тоже существуют. И, кстати, раз уж сказала по поводу развода, да, несколько, собственно, семей у меня из клиентов расторгли брак, потому что это нужно было юридически, ни одна из них после этого не вернулась к нормальному виду. Вот не знаю, правильно это или нет, но тем не менее. Давайте еще слушатели выслушаем, у нас две минуточки буквально. Слушаем вас, Наталья Налини, здравствуйте. Кратко-кратко. У меня соседка оставила мне комнату в коммунальной квартире. У нее никого из детей, мужей нет, и говорят, что есть какая-то племянница, которую я не знаю. У меня было завещание на движимое-недвижимое имущество, и после ее смерти я отдала все документы, какие требовалось нотариусу, и хотела бы узнать, ей было очень много лет, 86, чем мне подстраховаться, чтобы не было каких-то неприятности для меня жить. Вы сделали все, что могли, вы вовремя обратились к нотариусу, вам остается просто в течение шести месяцев дождаться, не придет ли другой наследник с другим завещанием, а племянница права на обязательную долю не имеет. Даже если она и придет к нотариусу, нотариус ей откажет в оформлении наследства. Я, кстати, вы сказали, другой наследник с другим завещанием. Мы нашим слушателям сегодня так и не сказали, что завещание на самом деле в любой момент, в отличие от договора, сделки или чего-то еще, можно изменить, отменить, можно просто написать новое, и каждое последующее новое в той части, где они перекрываются с предыдущими, будет, грубо говоря, отменять автоматически это предыдущее. Это достоинство завещания, когда очень часто люди спрашивают, а как мне сделать то ли сейчас дарение оформить, то ли завещание. Я говорю, вот сейчас дарение вы оформите, вы потом не передумаете, уже просто так отменить, изменить или что-то с этим сделать невозможно. А завещание возможно сделать, поэтому это тоже очень важный момент. Я хотела бы буквально эссе, у меня прям 50 секунд, смотрю на часы, как всегда не хватает времени, небольшое эссе сделать. Тем не менее, хотела бы нашим слушателям сказать следующее. Первое, к кому вы должны пойти с вопросами на следствие, это нотариус. И нотариус вам обязательно подскажет, куда двигаться дальше. Если мы говорим о Москве, и смерть произошла после 2005 года, соответственно, к любому московскому нотариусу. Можно прийти без документов, не забудьте паспорт и свидетельство о смерти. Да, нотариус обязан принять заявление. И очень важно, очень важно еще, срок 6 месяцев, это тот срок, который нам закон отдает на принятие наследства. Почему перебиваю Зинаиду Львовну? Потому что времени у нас уже нет совсем. Если не успеваете, по почте, ценным письмом или заказным письмом любому нотариусу. Обязательно удостоверенная своя подпись. Итак, мы обсуждали сегодня наследство инструкции по применению Зинаиды Львовной, ништ, нотариусом и членом правления Московской городской нотариальной палаты. Каждый четверг в 11.00. Слушайте нас.